здравствуйте я вас приветствую на канале про цветок меня зовут татьяна курлович и сегодня я вам расскажу о брусничных ягодниках именно брусники о клюкве голубики а всех досмотревших наш ролик до конца в конце в конце ждет приятный бонус в виде одного из фирменных наших рецептов приготовления из именно из наших ягод лучшим субстратом для посадки и брусничных и вересковых растений конечно является естественная почва на которой растут и дикие виды из этого семейства то есть вот дикорастущей вереской дикорастущая брусника черника папоротники но и другие растения которые любят кислую почву но если у вас изначально на участке таких условий нету то естественно придется их создать искусственно то есть придется приготовить площадку для посадки ваших растений с тем условием чтобы вот именно почвенные условия соответствовали требованиям самого растения на этом и построена в принципе ну все растениеводство то есть если соответствуют условия требованиям дикорастущих родственников культурного растения то хорошо растет и само культурное растение и поскольку вот вересковые и брусничные любят именно кислую почву то на участке ее и придется создавать вот на нашем участке допустим здесь вот почва изначально уже подходит но она такая песчаная легкая для вересковых нужна и органика в почве то есть это порядка трех с половиной четырех процентов поэтому для того чтобы вот такую почву подготовить нужно в нее добавить торф можно добавить перепревшие опилки перепревшую солому ну и другие органические субстраты не защелачивающие почву изначально когда почва уже подготовлена для того чтобы брусничные растения все-таки ну чувствовали себя комфортно и их не вытесняли из ценоза сорняки нужно почву чем-то укрыть в настоящее время много укрывных материалов это и вот такой черный спанбонд и геоспан тканый материал ну и ряд других лучше конечно использовать именно вот легкие дышащие материалы в данном случае у нас это черный спанбонд как высадить растение на подготовленный участок участок застелен укрывным материалом для того чтобы не прорастали сорняки и изначально на нем прорезаются отверстия для посадки саженцев когда уже это все подготовлено значит мы просто берем саженец той же брусники клюквы или голубики ну и любого другого вереского растения у нас здесь открытой корневой системой могут быть саженцы в горшках с закрытой корневой системой в этом случае просто горшок снимается так здесь в почве где у нас сделано отверстие мы выкапываем ямку соответствующую корневому системе данного растения и высаживаем его в эту ямку причем у брусничных ягодников нет такого понятия как корневая шейка то есть многие кто сажает голубику начинают мучаться вопросом а можно ли ее заглублять так вот ответ такой можно и даже нужно потому что молодые побеги образовавшиеся здесь вот на растении они если их посадить почву заглубить дадут дополнительные корни и растение будет чувствовать себя лучше поэтому не бойтесь заглублять бруснику и клюкву при посадке ну и голубику тоже поскольку у нас здесь брусника растения небольшое значит яму мы копаем небольшую и помещаем в нее наш саженец и вынутым землей просто засыпаем вот это растение уплотняем его руками закрываем спонбондом так ну и затем поливаем ну основная проблема конечно при выращивании брусники и клюквы особенно вот клюквы в первые годы брусники и все время это сорное растение брусника растение которое наращивает куст медленно дополнительные побеги тоже дает очень медленно и поэтому она очень быстро засоряется и если не проводить прополку уходы она очень быстро будет вытеснена из агроциноза то есть вот здесь видно в промежутках между делянками насколько агрессивно растут сорняки для того чтобы этого избежать ну и снизить свои затраты потому что летом в жаркую погоду особенно не очень хочется полоть делянки значит сейчас есть много укрывных материалов с их помощью можно закрыть поверхность почвы прорезать дырочки для самих растений для кустиков высадить их и в результате мы получим грядку защищенную от проникновения сорных растений естественно при подготовке почвы важно убрать корневищные сорняки потому что вот на том участке видно трава рядом с кустиками все-таки пробивается вот в отверстия прорезанные для кустиков то есть оставшиеся корневища они будут давать поросли своего рода но кроме этого еще есть очень много сорняков которые размножаются семенами однолетних здесь уже к сожалению участок прополотый контраст показать нельзя а так вот засорение просто очень сильные голуби то есть брусники почти не видно из засорных растений получается на участке если не он не укрыт в то же время вот укрытая почва под брусникой она чистая сорные растения только кое-где рядом с кустиками и их очень легко удалить другое дело когда вот почва не закрыта то есть здесь идут сорняки в сплошную и когда идет прополка то удаляются не только сами сорняки но и повреждаются частично растения дело в том что у всех вересковых и у брусники в том числе корневая система поверхностная и она в глубь распространяется сантиметров на 20 максимум 25 а в основном она растет в ширину и если мы проводим прополку особенно с перекопкой то мы эту корневую повреждаем и лишаем растения возможности питаться нормально усваивать про элементы питания поглощать воду ну естественно плодоносить хорошо вот поврежденные растения у допустим на этом участке видно там где-то подкопано она просто усохла ну и такие растения даже при прополке на спанбонде там на геоспане они тоже повреждаются когда вырываем сорняки вырываем и сами растения вот здесь у нас мы просто заложили опыт по тому насколько лучше укрывать почву допустим пленкой полиэтиленовый спанбондом геоспаном так вот здесь наглядно видно что брусника укрытая геоспаном и оставленная без укрытия она выглядит практически одинаково и плодоносит очень хорошо на участке на котором мы использовали стекловату она тоже плодоносит хорошо но растения имеют светлую окраску они бледные то есть из самой стекловаты что-то видимо выделяется что мешает растению хорошо развиваться на пленке очень сильный выпад из-за того что сюда поступает мало влаги под растение и черная пленка она сильно перегревается нагревается почва под ней перегрев почве отсутствие влаги отсутствие поступления воздуха к корням они приводят просто к тому что растения выпадают ну и более плотный геоспан по сравнению со спанбондом тоже все-таки лучше потому что спанбонд очень легкая ткань и она если ее не чем-то не закреплят то тоже ветром ее носит мотает и она все-таки повреждается сами кустики то есть здесь тоже выпад произошел ну что касается у мероприятий по уходу за брусникой вот мы уже поговорили о том что самое главное это сорняки но кроме этого естественно брусника любит воду но любит ее как сказать умеренно то есть поливать ее нужно но без фанатизма умеренно не больше чем любые другие огородные растения подкормок брусника кстати не любит это растение которое в диком виде растет на очень бедных и даже и суховатых таких почвах поэтому если вы будете свою бруснику подкармливать то просто используйте удобрения для осенних подкормок она хорошо отзывается на фосфорно-калийную смесь но очень плохо переносит азот внесение азотных удобрений приводит к тому что у брусники начинает чернеть листва постепенно она осыпается и засыхает все растение вот поэтому вот бруснику да и клюкву с голубикой растения которые лучше не докормить чем перекормить поэтому будьте осторожны здесь вот именно с подкормками мы привыкли кормить хорошо растения а тут мы имеем дело с культурами нетрадиционными теми которые много есть не любят они в диком виде растут на бедных сухих кислых почвах и поэтому для хорошего роста на участках тоже требуют таких же условий поэтому относитесь к растениям так как они любят расти в природе и они вас отблагодарят за это итак если на вашем участке почва не соответствует требованиям брусничных растений то для посадки клюквы брусники ну и других брусничных и вересковых это такие условия можно создать искусственно для этого выкапывается для посадки брусники клюквы котлован ну для других растений это может быть просто яма нужной глубины вот в частности для клюквы и брусники достаточно глубины на штык лопатой но здесь вот у нас совок вот видно но фактически сколько сантиметров 20 глубиной для того чтобы корневищные сорняки не проникали снизу не засоряли наши посадки можно защитить их с помощью все того же геоспана вот здесь видно такой тканый черный материал который хорошо пропускает воду и воздух он используется для защиты и от сорных растений то есть выкопанный котлован нужной формы размера но на дачном участке это не обязательно сажать вот какими-то грядками там деляночками это можно использовать и для украшения участка то есть брусника и клюква еще очень красивые декоративные растения поэтому котлован может быть разной формы но для того чтобы вам не мешали сорняки при выращивании растения дно котлована нужно застелить вот такой вот тканью черной плотной именно вот дышащей пропускающей воду и воздух затем сам котлован засыпаете уже смесью или одним каким-то видом почвы кислым подходящим для растений данных это может быть вот просто чистый верховой торф но чистый верховой торф он слеживается он плохо промачивается то есть есть свои имеет свои недостатки для того чтобы улучшить именно физические свойства этой почвы ее можно смешать вот здесь видно с песочком просто-напросто можно добавить опилок желательно перепревших так и это все перемешать единственное условие при добавлении песка все-таки нужно смотреть какой именно песок потому что есть песок содержащий кальций и он вместо того чтобы подкислять субстрат он будет его подсчелачивать естественно потом окажется что растение себя плохо чувствует вот ну и дальше уже можно приступать к посадке но прежде чем приступать к посадке эту поверхность тоже надо закрыть либо таким же спанбондом либо любым прошу прощения геоспаном либо спанбондом либо ну другой укрывной тканью причем для укрытия по поверхности не обязательно использовать черный сейчас есть геоспан разного цвета и на участке можно закрыть это все зеленым геоспаном прорезать дырочки высадить ваши растения и у вас очень будет красивый декоративный уголок ну и потом для посадки можно конечно использовать интересные клоны которые вы найдете в лесу той же брусники той же местной клюквы но не факт что они у вас будут долговечными что они у вас будут при перенесении на участок потом чувство также себя хорошо как и в лесу условия поменялись и растение с возрастом тоже меняется поэтому для посадки на участок лучше конечно использовать проверенные сортовые саженцы частности вот для брусники лучшим сортом является коралл да и плодоносит он в основном уже концу сезона где-то ну в сентябре вот начало октября это его основное плодоношение хотя до этого в июле он дает еще и первый урожай ну и сами понимаете насколько красиво выглядит вечно зеленое растение зимой когда нету зелени красиво но ранее весной когда начинает свести первый раз необыкновенная красота вот в июле летом когда одновременно яркая зеленая листва ярко красная ягода и в то же время цветки белорозовые ну и в конце сезона кусты усыпанные красными ягодами это тоже красота ну и польза соответственно и так мы с вами познакомились с основными брусничными ягодниками в этот раз в принципе только с клюквой и брусникой так но есть еще и другие поговорили о посадке об уходе но мы не говорили еще о перезимовки принципе брусника выдерживает морозы до минус 30 градусов без повреждений но клюква крупноплодная она все-таки при 20 градусах начинает подмерзать и у клюквы побеги гораздо более чувствительны к морозу и легче высыхают даже вот она не столько вымерзает сколько вот из этих побегов вымораживается вода в зимний период и они просто высыхают поэтому при отсутствии снега есть риск потерять ваши посадки и придется их на зиму все-таки защищать но самый простой способ это просто берете обыкновенный толстый белый спонбонд накрываете ваши посадки и края чем-то прижимается чтобы его не сбросила ветром спонбонд хорошо пропускает влагу и в одну и другую сторону растение дышит то есть она там не будет выпривать другой еще плюс то что солнце бывает вот особенно во второй половине зимы яркая и благодаря тому что посадки укрыты белым спонбондом то есть не будет здесь у нас перегрева и растения прекрасно перезимуют можно конечно для страховки накрыть спонбондом бруснику хуже от этого не будет ну и естественно мы говорили о том что бруснику лучше всего высаживать сортовую клюкву тоже нужно сажать сортовую причем у нас в коллекции есть 43 сорта но для посадок все-таки годится из них только несколько но мой любимый сорт это сорт стивенс из-за того что он крупноплодный красивый ярко-красный и сорт очень легкий в принципе в бытовом холодильнике ягода может храниться год до следующего урожая часть конечно испортится но основная часть урожая у вас останется даже в течение такой длительного времени ну а для переработки эта ягода очень хороша тоже и для переработки еще если использовать вот в течение одной-двух недель сразу после сбора очень хорошо подходит сорт бенлир тут ягода тоже очень красивая такая темно-фиолетовая с сизым налетом и она немножко более кислая по сравнению со стивенсом у стивенса чуть больше горчинка чувствуется поэтому если вы привыкли к нашей болотной клюкве и любите более кислую то можете использовать бенлир он тоже себя хорошо в наших условиях чувствует сорт ранний хорошо плодоносит зреет чуть-чуть немножко раньше чем стивенс стивен среднеспелый но можно конечно и другие сорта использовать но вот как основные в наших условиях лучше всего лучше всего за себя зарекомендовали зарекомендовали именно эти два сорта ну такой самый вкусный наверное продукт переработки из клюквы это изюм или как мы еще его иногда называем клюзюм приготовить его не сложно просто немножечко нужно повозиться берется вот ягода клюквы разрезается наполовину и опускается в кипящий сахарный сироп но кипятить ягоду не нужно просто надо помешать чтобы она равномерно прогрелась и снять уже с огня при вначале закипания после этого в сиропе ягода выдерживается в течение суток по прошествии этого времени сироп нужно через что-то слить вы получается один вкусный продукт который можете использовать для купажирования соками какими-то просто для получения морса но и для других своих целей и то что осталось после того как слили сироп то есть половинки ягоды клюквы немножко подсушить ну да нужные консистенции какая нравится членам вашей семьи кто-то любит чуть посуши кто-то более такую влажную можно высушить в электрической сушилке можно высушить в духовке в духовке просто на противень ее расстелили ну естественно противень желательно застелить чем-то фольгой пергаментной бумагой духовку прогрели выключили прогрели выключили в электрической сушилке тоже сушить нужно без фанатизма но для начала включите на час потом выключите поменяйте поддонными местами и дальше уже смотрите как она будет подсыхать тоже там включайте там по минут 40 по часу не больше потому что можно высушить ну до консистенции которую просто потом сложно разжевать можно получить вот консистенцию виноградного изюма но с очень таким своеобразным оригинальным вкусом из оптимального соотношения ну как нравится нам берется килограмм клюквы крупноплодная это по объему где-то 2 литра примерно килограмм сахара и пол-литра воды сахар растворяется в воде на огне доводится до кипения сироп полученный ну и туда опускается порезанная клюква если кто-то любит более сладкий значит можно количество сахара увеличить если кому-то нравится более кислое можно уменьшить можно добавить ваниль можно добавить корицу чтобы придать своеобразный вкус но это уже дело личное каждого и пристрастий каждого но на сегодняшний день мы в принципе уже основные вопросы осветили выращивание клюквы и брусники рассказали все если что-то мы упустили есть еще какие-то вопросы пожалуйста задавайте их в комментариях и мы вам на них ответим спасибо